журналист yahoo sports крис мэнникс поделился свежей информации о дальнейших планах головкина я говорил с томом лёфлером промоутером геннадия ранее на этой неделе он сказал что на следующей неделе у него с головкиным будет две встречи на которых они обсудят его будущее у него много возможных соперников но для начала ему нужно выбрать телесеть espn или даст 160 фунтовый дивизион сейчас управляется дазн здесь канела альварес чемпион а бф дэнни джейкобс чемпион wbo деметриус андраде говорит мэнникс американский супертяжеловес жарел миллер нокаутировал в четвертом раунде румынского боксера богдана дину в поединке 17 ноября в сша миллер дважды отправил соперника на настил ринга в четвертом раунде эта победа принесла миллеру временный титул да в любви и набо и вакантный титул дабл и бион оба в супертяжелом весе также в андеркарде этого боя завершился поединок между бывшими соискателями чемпионских титулов в среднем весе луисом ариасом и габриэлем рассада результатом которого стала ничья при разногласии судейских записок чемпион обе в полусреднем весе эрл спенс уверен в своей победе в предстоящем 16 марта поединке против чемпиона мира в легком весе для которого это будет дебют в полусреднем весе я часто говорю что это будет односторонний бой сказал спенс в интервью это мой ответ на все вопросы я просто чувствую что уничтожу соперника при подготовке я настраиваюсь на то что наши шансы 50 на 50 так я настраиваюсь на подготовку так я воспринимаю этот бой но я несомненно хочу показать отличное выступление и это добавляет мотивации для победы сказал эрл спенс в интервью экс чемпион даблю бей в легком весе брендан риас одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде над мексиканцем рамоном альваресом поединок проходил в зрелищной бескомпромиссной борьбе с большим количеством точных ударов с обеих сторон однако удары риоса в целом выглядели более увесистыми в конце восьмого раунда риас прижал альвареса канатом и провел серию мощных безответных ударов однако альвареса спас гонг в девятые трех минутки риас продолжал атаковать снова потряс альвареса и бой был остановлен